Тарифы на электроэнергию Руслан Николаевич Вегера В 2004 году пришел на работу филиал «Энергосбыт» РУП «Гомеленерго». Занимал должности инженера по охране труда, ведущего инженера производственно-технического отдела, заместителя главного инженера. На нынешней должности с 2009 года. На вопросы, которые касаются деятельности предприятия «Энергосбыт», прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Руслан Николаевич. Здравствуйте, Ольга. Добрый вечер, уважаемые телезрители. 1 июля в стране ввели новый дифференцированный тариф на электроэнергию. Сегодня обсудим, как и сколько мы все будем платить и как можно выбрать свой тариф. Но прежде давайте посмотрим короткий анонс событий наступившей недели. Сегодня в Минске открылся первый форум регионов Беларуси и Узбекистана. В течение двух дней представители госструктур и бизнеса будут обсуждать перспективы кооперации в автомобильном и сельхозмашиностроении, фармацевтической промышленности и сфере IT. Итогом форума станут межрегиональные соглашения и коммерческие контракты. Гомельский регион планирует начать сотрудничество с Ферганской, Хорезмской и Новоийской областями Узбекистана. Социально-экономическое развитие Гомельской области в первом полугодии. Итоги исполнения бюджета и ход реализации госпрограммы «Здоровье нации» и «Демографическая безопасность». Эти темы в повестке дня заседания Гомельского облсполкома, которое запланировано на 1 августа. Перед его началом состоится церемония награждения чемпионов и призеров Вторых Европейских игр и их тренеров. В субботу 3 августа городской поселок Корма станет большой фестивальной площадкой. Льняная карусель приглашает всех, кто интересуется историей, ценит и любит самобытную белорусскую культуру. В программе праздника музыкальные выступления, тематическая экскурсия «Лен. Белорусское золото», мастер-классы и выставка-дегустация. Ежегодно в первое воскресенье августа свой профессиональный праздник – День железнодорожника – отмечают труженики стальных магистралей Беларуси. В настоящее время коллектив «Белорусской железной дороги» составляет более 110 тысяч человек. Эти и другие новости смотрите на «Беларусь4». А если у вас есть вопросы по оплате электроэнергии, то звоните нам прямо сейчас, мы в прямом эфире. Руслан Николаевич, чем новая система дифференциации тарифов отличается от той, которая действовала до этого? Потому что возможность выбирать тариф у нас ведь уже была, правда, применялся только вечерний тариф, а теперь их будет по сути три. Расскажите, пожалуйста, подробнее, чем обусловлены произошедшие изменения. Да, Ольга, совершенно верно, вы задали вопрос. Суть в том, что основной целью введения дополнительного дифференцированного тарифа – это в первую очередь сглаживание вечернего максимума энергосистемы. Значит, и стимулирование населения к переносу своего электропотребления в ночные часы. То есть после введения дополнительной дифференциации у наших потребителей появится возможность выбора, значит, того тарифного меню, которое им более приемлем для своего домохозяйства. Ну и дальше, в принципе, все это направлено со стороны, как говорится, потребителя для экономии денежных средств, направляемых на оплату за потребленную электроэнергию. Но вечерний тариф уже был, а теперь будет дневной, да, утренний дневной и новый вечерний, или как-то иначе? Нет, все правильно, действительно так оно и будет. Дело в том, что введение каких-либо дополнительных тарифов наших потребителей может действительно насторожить. Да, вот опять что-то ввели, тем более было два тарифа, сейчас их уже и целых три тарифные зоны. Но на самом деле достаточно все просто, если в этом разобраться. Значит, в двух словах для того, чтобы это понимать. Значит, первое. На сегодня существует одноставочный тариф для бытового потребления. Причем он у нас на сегодня разделяется на две составляющие. То есть для тех граждан, которые проживают в жилых домах и квартирах, оборудованных электрической плитой, значит, для них существует одноставочный тариф. И стоимость одного киловатт-часа, значит, 14,84 копеек за один киловатт-час. При этом для этого одноставочного тарифа разработаны дифференциации, да, то есть двухставочный и трехзонный и трехзонный. И есть еще одноставочный, так называемый, базовый тариф. Это тариф, в основной массе мы являемся его пользователями, да, это тариф, который применяется в жилых домах и квартирах, которые не оборудованы электрическими плитами, где есть газификация, где пищеприготовление мы осуществляем с помощью газа. И вот здесь уровень тарифа на один киловатт-час, значит, 17,5 копеек. Значит, и тоже ему присуща дифференциация. Для того, чтобы сравнить, допустим, старый и новый переход, то здесь тоже достаточно все просто. Действительно, с 2006 года у нас в республике существовал дифференцированный по двум зонам суток тариф, значит, была зона минимальных нагрузок, время это с 22 до 17 часов, причем цена, значит, за один киловатт-час на 30% ниже, чем от доставочный тариф. Значит, при этом была зона максимальных нагрузок, это с 17 до 20, и здесь вот немножко внимания, цена за один киловатт-час была в два раза выше, чем наш базовый от доставочный тариф. То есть это, в принципе, то, что у нас было. То, что сейчас нам предстоит, то, что мы пытаемся предложить нашим потребителям, это действительно дифференцированный по трем временным зонам тариф, тоже присутствует зона минимальных нагрузок, причем здесь она немножко изменилась, да, зона минимальных нагрузок сейчас, это с 23 до 6 часов утра, и цена одного киловатт-часа в этот период уже на 40% ниже от нашего базового одноставочного тарифа. Руслан Николаевич, мы продолжим эту тему обязательно, у нас есть телефонный звонок на линии, не хочется, чтобы долго люди задерживались, потому что и на связи тоже нужно экономить. Мы вас слушаем. Здравствуйте. 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 Это Летина Андреевна из Гомеля. У меня два вопроса. Нам вот в этом году делали капитальный ремонт и меняли старые счетчики на новые счетчики. Но мы производили оплату за свой счет, за установку и за сам счетчик. Я смотрела передачу, ему, скорее, замминистра Беларуси говорил, что эти счетчики будут до 2020 года устанавливаться бесплатно. Только те, кто хочет, ну, раньше установить вот эти новые счетчики, будут за свой счет. Нам, значит, выставили счет 128 рублей, 61 копейку. Как вот с этим вопросом будут нам возвращать, не возвращать, может быть, я что-то недопоняла. И второй вопрос. Как у нас будут производить, вот именно в нашем случае, нашего дома, это Гомель Кирова 44, если мы до сих пор будем оплачивать электроэнергию в железнодорожную бухгалтерию, мы не можем в КАСе оплатить за электроэнергию ни через инфекиоски, ни как. Вот мои такие два вопроса. Спасибо. Понятный вопрос? Ну, давайте так. Если что-то я... Да, я хотел бы у вас уточнить, вообще, кому принадлежит этот на квартирный жилой дом? Это статус общежития, либо... Нет, нет, это обыкновенный жилой дом, там квартира, 82 квартиры, там приватизированный, все жилой дом, это ГЖД дорожный. Хорошо, у вас есть прямые договора с энергоснабжающей организацией на пользование электрической энергией. Правильно я понимаю? Да, да, да. И на остановку вот счетчика есть, при капитальном ремонте все есть, да. Ясно. Ну, мы готовы отвечать. Да, да. Пожалуйста. Значит, первое, что я хотел сказать. Да, действительно, на сегодня при проведении капитального ремонта дома предусматривалась необходимость осуществления замены приборов учета и установка современной автоматизированной системы учета электрической энергии. При этом, в соответствии с нормативными документами, предусматривалось, что саму замену должны были осуществлять граждане за свой счет. То же самое было со мной. У меня также есть квартира на улице Волгоградской, тоже проходил капитальный ремонт. Мне также приходилось по договору к ЖРЭУ, так как они являются заказчиками, оплачивают стоимость счетчика. Причем нам они шли навстречу. Значит, мы производили оплату частями, но это нужно было сделать, потому что действительно оно предусматривалось жилищным кодексом. Что касаемо вопроса, что можно ли менять сейчас бесплатно, да, действительно. И вас никто в этом отношении не обманул. На сегодня существует программа так называемой модернизации приборов учета, индукционных, когда за счет средств энергоснабжающих организаций осуществляется замена приборов учета. Но здесь есть свое одно но. Но заключается в том, что выделяются ограниченные средства, да, не на все количество приборов учета, которые подлежат замене в этом году. У нас в среднем году мы должны менять 90 тысяч приборов по Гомельской области. Средств выделялось вначале на 20 тысяч, 30 тысяч счетчиков. Сейчас мы уже в этом году будем подходить на 70 тысяч. В принципе, их действительно будет достаточно, чтобы менять. Но их менять раз в 8 лет. Поэтому, скорее всего, что в данном случае дом подошел на капитальный ремонт раньше того, чем мы смогли заменить. Но если, допустим, на сегодня подходит срок обслуживания прибора раньше, мы ставим свои приборы учета уже за счет энергоснабжающей организации. Ну и дальше, в принципе, уже саму АСКОЯ делает кожурук. Тем более, насколько мне известно, с 1 января 2019 года нормативными документами были исключены из смет затрат реализации систем АСКОЯ при капитальном ремонте. Ну, значит, так случилось, что в этом доме необходимо было сделать капремонт и выполнить работы за счет средств, скажем, жильцов. То же самое делаю я. Не исключением был и я. То есть эта история уже останется неизменной за средства жильцов и деньги им, соответственно, никто за это не вернет. Теперь для того, чтобы производить дифференцированную оплату, что нужно сделать жильцам этого дома, у которых уже есть счетчики? Ну, первое, я бы сказал так, что им нужно для начала определиться, если желание у них перейти на дифференцированные расчеты. То есть нужно четко понимать, готов ли человек перенести определенный объем потребления на ночную зону, да, только тогда будет какой-то эффект. Ну, а дальше все достаточно просто, банально. Человек должен обратиться с заявлением письменной в территориальное подразделение энергоснабжающей организации. Значит, он обращается с этим заявлением. Дальше, в принципе, согласовывается время замены прибора учета. Если у человека уже есть электронный прибор учета, то достаточно написать заявление. Приедем, сделаем параметризацию на дифференцированный тариф и дальше человек будет осуществлять расчет после подписания соответствующего соглашения. Если у человека стоит индукционный, но у него есть электронный прибор учета, он его купил самостоятельно. Мы также по времени, которое будет согласовано с ним, приедем, заменим прибор учета, сделаем параметризацию, заключим доп. соглашение и дальше человек также сможет рассчитываться. Тот случай, когда у гражданина индукционный прибор учета на сегодня и у него есть желание осуществить расчет по дифференцированному тарифу, в таком случае в рамках действующей программы модернизации, которая на сегодня существует, выделяются средства, мы готовы на бесплатной основе приехать и заменить прибор учета. Но есть одно но, мы должны понимать, как я уже сказал, что приборы учета дозируются и в основном направлены для замены прибора учета, по которым уже вышел срок метрологической поверки. Здесь могут возникнуть проблемы только по сроку установки, ведь это уже не плановая замена, людям надо, нашим работникам делать текущую работу. Здесь в порядке очередности, без всяких проблем, без суеты мы будем ставить приборы, будем придерживаться и стараться, чтобы это время не превышало месяц. Если уже установили счетчик, они обязаны переходить на дифференцированную оплату, либо могут, ну, как вам удобнее платить? Первое, что здесь и было сказано, да, это добровольно. Каждый гражданин должен для себя оценить необходимость, возможность и, в принципе, только в таком случае, как бы, обеспечить переход на дифференцированный тариф. То есть это добровольное начало, естественно. То есть даже если счетчик-то поменяли, счетчик электронный, он может работать совершенно в обычном режиме? Да, совершенно верно. Одноставочном, да, в нашем одноставочном тарифе. Ну, давайте о новой схеме поговорим. Вы говорили о том, что самое выгодное потребление – это зона 23-6 часов утра, когда на 40% дешевле обойдется электроэнергия. Ну, а для тех, кто в это время спит, сколько будет стоить киловатт-час? Да, хороший вопрос, продолжение, как говорится, начатой темы. Я хотел сказать, что вот именно в зоне, когда идет максимальная нагрузка, да, это с 17 до 23, здесь будет стоимость на 80%, ведь давайте сравним, да, когда я говорил в два раза, это двухзонная система и здесь трехзонная, здесь уже на 80% будет дешевле, чем наш базовый одноставочный тариф. В остальное время на 30%, а, выше, выше на 80%, в остальное время это будет на 30% ниже. Причем стоит отметить, что, наверное, все-таки вот интерес, который могут проявить граждане к этому тарифу, да, как и к двухзонному, это то, что потребление, которое проходит в выходные и праздничные дни, значит, оно также засчитывается в зону минимальных нагрузок. Минимальных нагрузок? Да, именно в зону минимальных нагрузок. То есть лучше на выходные все домашние дела переносить? Конечно, если это возможно. Боюсь, что некоторые вещи из домашнего, конечно, из-за планиров работы не перенесешь, но, в принципе, многие вещи можно перенести, тем самым сэкономить. Мы поинтересовались мнением гомельчан, что они знают о новой схеме оплаты, как к ней относятся и насколько готовы к изменениям. Ночью вообще-то спать надо, отдыхать, каждый организм должен отдыхать. И потом, чтобы перейти на этот тариф, надо сначала счетчик поменять, а это тоже деньги, а пенсионеры не все смогут. Счетчики меняют бесплатно. Да кто вам сказал? Вы же сами отказали не спать у ночи, кабробить денную работу. Это разумно? Это смотря какой человек. Есть люди, которые совы, а есть, которые жаворонки. Совам очень даже выгодно. Я все время работаю ночью. Мне легче днем приготовить, чем вечером или ночью. Я считаю, что это невыгодно. Ну, зачем, к примеру, стиральной машиной работать ночью? Я не считаю, что это правильно. Ночью надо спать. Пожилые люди тоже пользуются электричеством ночью. Не все спят ночью. Я знаю те люди, которые работают по ночам. Ночные смены. Работа заканчивается после 12. Соответственно, они приходят, им нужно помыться, что-то сделать, свои дела. Я думаю, для них это будет не совсем комфортно. Смотря с какой стороны посмотреть. То есть люди могут ночью работать, например, и у них просто не будет возможности этим заняться. Ну, а в принципе, если совмещать это с чем-то, то я считаю, что это неплохо экономить. Это хорошо, потому что люди имеют возможность выбирать, когда им, допустим, постираться, когда им банки закатать. И вечером можно это сделать, придя с работы, по гораздо дешевле по тарифу, нежели днем по дорогому тарифу. Так что я считаю, что это нормально. Во всей Европе это практикуется. Это в порядке вещей. Никто даже не задает вопрос, что это плохо или хорошо. Это очень выгодно. Только надо разобраться. Вы смотрите «Диалог». Мы сегодня обсуждаем тарифы на электроэнергию. И в студии прямого эфира принимаем очередной телефонный звонок. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Меня зовут Юрий Дмитриевич. Я проживаю в деревне Терешковичи. И действует ли это нововведение для жителей сельской местности? Это первое. А второе. Мы с женой в зимний период времени живем в городе. С весны до осени я проживаю в деревне в родительском доме. За электроэнергию мы платим по объему потребления. Выгодно ли переходить на новые тарифы? Спасибо большое за звонок. Выгодно или не выгодно? Как сделать так, чтобы было выгодно? Как выбрать самый выгодный вариант? Это как раз тема нашей сегодняшней беседы. Руслан Николаевич, посоветуйте для сельских жителей. Имеет ли это смысл? И как же определиться? Как выбрать то, что выгодно конкретно тебе? Ну, первое. Я вам скажу, что в принципе для городского населения, либо для сельского, да, то есть в принципе тарифы, они одинаковые. Абсолютно. То есть дифференциация присуща и там, дифференциация присуща и здесь в городе. Значит, но еще раз повторюсь, это право выбора каждого. Причем я пробовал действительно дать оценку, да, по отношению к процентам, для того, чтобы было понятно, насколько действительно можно и что нужно предпринять, для того, чтобы этот тариф стал действительно выгоднее. И как здесь в сюжете говорили, он был, приносил экономию. Значит, что касаемо по тому, когда есть загородные дома, когда их используют в основном на выходные, да, либо переселяются на лето, то мне кажется, все-таки, наверное, стоит рассмотреть вариант, но при условии, наверное, от объема потребления. Я приведу пример для того, чтобы провести анализ вот по старой двухзонной дифференциации. Не так уж много было потребителей, которые у нас участвовали, да, в этих зонах, в расчетах. Всего по республике их было 2000 абонентов, не так уж много. Причем среднее потребление у них порядка 500 кВт-часов. То есть действительно это те объекты, те дома, которые имеют большое потребление, там они, люди, присматриваются. Что касаемо более меньшего потребления, ну, здесь можно поначалу присмотреться, действительно оценить возможность использования переноса. Вот здесь я, как говорится, много мнений услышали, да, действительно мнение о том, что ночью нужно спать, я его поддерживаю абсолютно. Для этого нам дано это время для того, чтобы отдыхать. Но не мы с вами стираем по ночам и не мы с вами моем посуду, если это может сделать достаточно умная техника на сегодня. И понятие «умный дом» он не так уж далек от нас. А вот пожарная служба, как к этому относится, интересно. Если мы планируем спать, а стирать и мыть посуду будет в это время техника, но без присмотра. Ну, давайте так. Я, наверное, это тоже правильный вопрос с точки зрения безопасности, но приобретая, скажем, имущество материальное, мы все понимаем, что в нем есть класс пожарной безопасности, электробезопасности. Ну и здесь опять же соглашусь с телезрителем, что на сегодня в Европе это является некой нормой закономерности, когда люди используют, стирают. И ту же технику мы и с вами используем. Та же техника, которая используется и, скажем, у наших далеких близких соседей. Поэтому, ну, здесь, конечно, можно относиться с настороженностью, но для этого, я вам скажу, есть и извещатели, и куча других приспособлений, которые обеспечивают и делают нашу жизнь безопаснее. Которые будут присматривать. Да, в том числе за... Затем, да, как себя ведет ваша техника в это время, пока вы спите. Я думаю, что наверняка же есть уже произведенные расчеты. Насколько это конкретно, киловатт-часов, поможет сэкономить? Или в конкретном денежном выражении есть такие цифры у вас? Ну, давайте так. Что касаемо трехзонной системы тарификации, конечно, у нас опыта еще нет. То есть предстоит его наработать, оценить. Но что касаемо, в принципе, той системы дифференциации, которая существовала с 2006 года, я уже вкратце сказал. 2000 по республике, у нас рассчитывалось 274 потребителя, причем 133 абонента, это непосредственно проживали в городе Гомеле. В среднем анализ показывает так, что эффективность была на уровне 11%. То есть граждане и абоненты, которые отдали предпочтение в сторону дифференциации, они, в принципе, имели экономию в районе 10-11%. Но, на мой взгляд, даже эти абоненты, которые уже были на дифференциации, перейдя на тарифы трехзонные, они все-таки могут расширить эту экономию. И я думаю, с приходом вот этого расширенного дифференциации, все-таки и уширится контингент тех людей, которые изъявят желание. Тем более, я скажу, наверное, мы опять же удивим нашего телезрителя. Действительно, счетчики устанавливаются бесплатно сегодня в рамках программы модернизации. Поэтому каждый желающий может попробовать в этом отношении. В загородный дом тоже приедет энергозабель? Везде будет-то село, будет-то город, есть заявочка, мы ее будем стараться исполнять. Одно, я сказал, что по мере очередности, потому что есть основная работа, это плановая замена прибора учета. Но раз интерес проявлять энергосистема, да, вовлечение потребителей в эту тарифную зону, мы будем делать все возможное для того, чтобы удовлетворить эту потребность. Но 2000 пользователей, которые перешли на дифференциацию, мне кажется, это очень скромные темпы. Да, это очень-очень скромные темпы, потому что если в процентном отношении у нас по Гомелю, я сказал 274, да, абонента, всего у нас 648, и мы даже по процентам не приблизились к десятым процентам. Это 0,06. Да, действительно, ну я еще раз скажу, что, наверное, здесь возымело место те замечания, которые давали и потребители, да, о том, что, ну, все-таки неудобно работать в зоне, делать свои домашние дела с 17 до 20. Основная нагрузка идет. То есть, что это значит, должен быть больше выбор? Я думаю, что выбор должен быть всегда, и от того, что его больше только становится всем лучше. Второе, что, наверное, здесь мы должны понимать, что надо все-таки для экономии что-то сделать и со своей стороны. Это все-таки, я говорю, использовать возможности стиральных машин, посудомоечных. Ну, исключить, как я всегда говорю, подогрев электрочайником, когда дома есть газ, не греть этот чайник полный, да, потом использовать 100 грамм воды и при этом подогреть воздух. То есть, ну, тут тоже надо более внимательно к этому относиться. Давай сейчас перейдем к сюжету. Работать новая система будет, конечно же, только с новыми электронными счетчиками. Они пока тоже только у каждого второго потребителя. Продолжение темы. Далее в видеоматериале наших корреспондентов. Энергетики уверены, это действительно выгодно. И пытаются убедить в этом всех потребителей. Вообще переходить на дифференцированный по временным периодам тариф или нет, каждый решает сам. Но зная свое электропотребление и временный интервал, в который он наиболее часто включает самые энергоемкие приборы, человек может рассчитать свою выгоду самостоятельно. Статистика электропотребления по дифференцированным тарифам показывает, что в среднем за расчетный период бытовой абонент потребляет около 24% в зоне максимальных нагрузок, а остальное приходится на зону минимальных. Если не использовать в дорогие часы стиральную машину, не включать электроводонагреватель, электроподогрев полов, острижку газонов, электрогазонокосилкой производить в выходные дни, можно заметно снизить сумму оплаты за электроэнергию. При этом в выходные и праздничные дни применяются тарифы, установленные на период минимальных нагрузок. Введение дополнительной дифференциации направлено на сглаживание вечернего максимума нагрузки энергосистемы и стимулирование населения к переносу электропотребления в период ночной, вот в этот период самых минимальных нагрузок. В результате население имеет возможность выбрать для расчетов за потребляемую электроэнергию удобный для своего домовладения тарифный план и таким образом снизить платежи за электроэнергию. Возможность перейти на дифференцированную оплату за электроэнергию всех без исключения потребителей появится к 2023 году. К этому времени в Беларуси реализуют программу по замене индукционных счетчиков. Впрочем, этот процесс можно ускорить, обратившись в сервисно-расчетный центр. Специалисты приедут в самое ближайшее время. В Гомелинерго говорят, что им это тоже выгодно. Пиковые вечерние нагрузки не только принуждают работать оборудование буквально на износ, но и ведут к потерям электроэнергии. Модернизация в целях перехода на дифференцированный по временным периодам тариф, а именно замена индукционных электросчетчиков на электронное собственное производство, осуществляется специалистами энергоснабжающей организации по заявительному принципу без взымания платы. Гражданин обращается в структурное подразделение филиала, оставляет заявление о желании перехода на дифференцированный по двум, по трем временным периодам тариф. Пожалуй, единственное исключение из этого правила касается садовых кооперативов. За новый электронный счетчик дачникам придется заплатить. Около 200 рублей за прибор плюс работы по его установке. Хотя, с другой стороны, на дачах обычно нет техники, которая потребляет значительное количество энергии. В отличие от городских квартир и частного сектора. Микроволновые печи, электрические духовки, высокотехнологичные стиральные машины и холодильники, современная компьютерная и телевизионная техника. Весь перечень сегодня в любом доме – нормальное явление. Остается только посчитать, как можно сэкономить при активном использовании всей этой техники. С 23.00 до 6 утра квартиры и дома, оборудованные электроплитами, это будут 8 копеек. Максимальная нагрузка с 17.00 до 23.00. Электроплиты, где квартиры – это 26 копеек, где газовые плиты – это 31 копеек. Где газовые плиты в период минимальных нагрузок составит 10 копеек. Но это намного меньше, чем обычный тариф. Поэтому это очень выгодно людям. Вы смотрите «Диалог». Руслан Вегера, главный инженер филиала «Энергосбыт» Руб Гомель Энерго. Сегодня у нас в гостях. Руслан Николаевич, давайте все вопросы со счетчиками, оставшиеся еще, проясним. Что делать? Менять самому? Подождать? Кому спешить? Кому не стоит? Менять, если уже четко для себя решил, что будешь переходить на дифференцированную оплату, либо можно оставаться в прежнем режиме, и тогда об этом еще, наверное, или здесь не беспокоиться? Ну, здесь я бы так, наверное, дал совет. Тем, кто для себя все-таки определит переход, то, наверное, стоит попробовать. Тем более, я еще раз говорю, что в рамках модернизации приборы учета будут устанавливаться на бесплатной основе, да, на безвозмездной, за исключением того, что приборы учета будут находиться на балансе на расснабжающей организации, и дальше она будет осуществлять его эксплуатацию. Ну, еще раз, наверное, стоит обратить внимание, что здесь выбор индивидуальный, выбор каждого, потому что, в принципе, дать совет «перейдите», но при этом человек не получит той выгоды, которую ожидает, ну, наверное, это не совсем правильно. А может получить обратный эффект, когда ему платить станет дороже, чем то, как это было раньше? Знаете, это не исключено, абсолютно не исключено, потому я как бы и где-то призываю потребителей, если основная нагрузка в основном домохозяйства – это стирка, это уборка, это глажка, это все то, что действительно сегодня потребляет основное количество электроэнергии, да, это все то, что греет, да, то, конечно, здесь надо более внимательно относиться. Но если человек готов для себя принять решение о том, что да, я перенесу в зоны минимальных нагрузок, в выходные дни, то, конечно, эффект он будет. Это первая половина дня, ночь? Ну, да, в принципе, как я говорил, в принципе, нужно исключить зону максимальных нагрузок вечерней. Это с 17 до 23, это при, скажем, трехзонной системе, и при двухзонной это с 17 до 22. Хотя я сам понимаю, что в это время мы все концентрируем внимание и говорим, вот это время, когда мы работаем, но по быту работаем. Но ведь я еще раз говорю, в том случае, когда есть газовая плита, мы же занимаемся приготовлением на газу. Ну, следующее освещение на сегодня, это не столь проблематично, либо объемное потребление в квартире, да, с приходом энергосберегающих лампочек. Мы все прекрасно понимаем, что на сегодня те же компьютеры, они имеют свои классы по электропотреблению. Тот же холодильник, он также, в принципе, все современное оборудование. Поэтому здесь, наверное, все-таки и опыт, который мы накопим, да, в ближайшей перспективе применяя тарифы, наверное, он будет нам позволять давать более гибкие системы дифференциации, ну и как-то предлагать все-таки потребителям то, что они от нас ожидают, для того, чтобы экономить. Есть вопросы, которые пришли к нам на Вайбер. Для дифференцированных тарифов подходит любой электронный счетчик, интересуется наш телезритель. Как его выбрать? Я бы так сказал, не совсем любой. Почему? Потому что электронный счетчик, да, у которого есть табло, он может быть произведен на одну тарифную зону. Часто это, конечно, барабанный принцип, но на дачах, как здесь было у вас в сюжете сказано, используются как раз-то приборы однотарифные. То есть там есть одна тарифная зона, и надо очень внимательно относиться. В таком случае лучше при написании заявления проконсультироваться, либо просто позвонить по телефону в структурное подразделение и проконсультироваться. Потому что приборы учутся... То есть сначала задать вопрос специалисту энергосбыта, потом решать? Да, да, да. Есть телефонный звонок у нас на линии, давайте выслушаем, потом ответим еще два вопроса в Вайбере. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Елена, я жительница Гомеля. Здравствуйте. Вот хотела бы задать вопрос вашему гостю. А как вот эта тарификация зоны нагрузок, ненагрузок, как они могут быть связаны со слышимостью в наших домах? Я, например, прекрасно слышу, как моя соседка стирает, когда у нее сливается вода из стиральной машины, или как мой сосед пылесосит. А если ему удумается в 5 часов утра это сделать, или в 3 часа ночи, как мне реагировать? Спасибо. Ну, точно нельзя ему этого теперь запретить. Знаете, наверное, каждый из нас сталкивается с такой проблемой, и я также слышу, когда кто-то включает в 23 часа, да. Но я здесь больше, наверное, как бы хотел акцентировать внимание, да зачастую посторонние шумы связаны с тем, что стиральную машину надо обслуживать. И я думаю, когда мы покупаем новую, ну никаких проблем не создаем, да, мы ее абсолютно не слышим. Даже в вечернее время, закрывши дверь в ванную, ну не совсем много издает она шума. Тем более оборудование, оно современное. А по поводу того массовости, ну я еще раз говорю, здесь нужен индивидуальный подход, и, допустим, в частном доме абсолютно это нормально. На квартирном жилом доме надо своевременно обслуживать все-таки и оборудование, и приборы для того, чтобы они не приносили какие-то неудобства нашим соседям. С соседями придется, да, придется договариваться, приходить к консенсусу. Или всем стирать в одно время, поставивку включили, отстирались. И пылесосить тоже, да. Ну на самом деле, правда, с тонкими стенами это будет неприятно по ночам. Вопрос. Здравствуйте. Как перейти на тариф для электрокотла? Посоветуйте, пожалуйста. Значит, переход на тариф. Ну первое, что в принципе на сегодня действительно предусматривается возможность применения тарифа. Значит, если электрокотел до 5 киловатт, значит, существует одна тарифная зона, свыше 5-ти другая тарифная зона. В данном случае, в принципе, процедура она такая же. Подается заявление, значит, и дальше осуществляется в установленном порядке прием, да, этого электрокотла с точки зрения безопасности. При этом на сегодня есть тарифы, их расширили зону действия, когда, значит, есть один прибор общий, да, и когда есть выделенный прибор. Когда есть выделенный прибор на отопление, тогда тариф дешевле. Если все идет из-под общего учета, тогда, да, чуть будет подороже. Ну, в принципе, это тоже право каждого на сегодня определить. Либо устанавливать дополнительный прибор учета, либо использовать один общий прибор учета. А схема такая же. Обращайтесь в структурном подразделении, вам дадут консультацию, проконсультируют, что надо, как надо, в какие сроки это все будет. И какой-то риф применяется. Какая техника больше всего потребляет электроэнергии? Тоже резонный вопрос. Уже если экономить, так экономить нужно на чем-то, где это действительно реально. Знать, да, что является источником потребления. Да, вот где мы больше всего тратим? Ну, из опыта я бы так сказал. Если в доме, если в квартире, в принципе, провели мероприятие по замене ламп освещения действительно эффективное, то на этом уже ставить акценты не стоит. Наверное, стоит обратить внимание на стиральные машины, потому что мы все понимаем, берется холодная вода, подогревается, все мы хотим стирать, действительно, чтобы была стирка качественная. То же самое на сегодня в обиходе у нас. Больше стиральных машин, больше посудомоечных машин. Там, где есть подогрев воды, всегда это действительно сопряжено с большим расходом электрической энергии. То есть, как я говорил, про чайник, да, когда явление, когда есть дома газ и есть чайник, обязательно почему-то тянется рука, значит, сделать это быстрее. Но на самом деле тут надо все-таки подумать и не спеша закипятить тот объем воды, который нужно, и его использовать. Поэтому, наверное, основное это это. Да, мы-то привыкли свет выключать, а уже не актуально, а уже стоит подумать... О замене, да, о замене. Совершенно верно, на более энергосберегающее, экономное. И электрочайник тоже заменить на что-то более традиционное. Да, Руслан Николаевич, куда посоветуете могут жители региона обращаться с возникающими вопросами? Потому что их в ближайшее время будет наверняка очень много. Да, значит, я хотел бы, обращаясь к нашим телезрителям, к нашим абонентам, говорить о том, что не стесняйтесь что-то спрашивать. Действительно, на сегодня существует такая необходимость. Пожалуйста, в структурное подразделение по городу Гомельево в сервисно-расчетный центр. Значит, есть телефоны 49-33-75, это касаемо вопросов по расчетам за электрическую энергию, и 49-35-39, это прием заявок на обслуживание прибора учета, в том числе и на замену прибора учета, если есть такое желание. Ну и буквально еще два слова. Зачастую, когда идет ажиотаж от населения по какому-то вопросу, да, по дифференциации, часто она начинает звонить и не дозваниваться. Естественно, возникает желание, как говорится, пообщаться, а его нету. Для этого мы говорим так, подождите, после сигнала вы можете задать свой вопрос, оставить телефон, и вам обязательно специалисты сервисного центра позвонят, свяжутся и дадут консультацию. То есть надо быть чуть-чуть терпимым. И не бояться, потому что иногда слышишь дыхание, но человек не решается как бы оставить сообщение. Спасибо большое, Руслан Николаевич, за сегодняшний диалог. Руслан Вегера, главный инженер филиала «Энергосбыт», Руб Гомель Энерго, был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание, за ваши вопросы. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова